Здравствуйте, ребята! Сегодня я почитаю, а вы послушаете седьмую главу о том, что случилось перед домом. «Сколько мне ждать колесницу, раб!» – прогрохотала колдунья. Дядя Эндрю сжался. Теперь при ней он немедленно забыл, что думал перед зеркалом. Но тетя Летти поднялась, она чинила матрас, стоя на коленях, и вышла на середину комнаты. «Разреши осведомиться Эндрю», – холодно спросила она, – «кто это особо?» «Знатная иностранка!» – как мог, – отвечал он, – «исключительно!» «Какой вздор!» – сказала тетя и обернулась в колдунье. «Вон из моего дома, бесстыжая тварь!» – произнесла она погромче. «Не то я вызову полицию!» Колдунью она приняла за циркачку, голых рук не любила. «Кто это тварь?» – спросила королева. «На колени, несчастная! Не то я сотру тебя в порошок!» «Прошу обходиться в моем доме без таких выражений!» – сказала тетя. «Королева стала еще выше!» «Или дяде Эндрю показалось!» «Глаза ее горели!» Она подняла руку, как тогда в своем королевстве, и произнесла слово. Но ничего не случилось. Только тетя брезгливо заметила. «Так она еще и пьяна?» «Язык не слушается!» Наверное, колдунье стало очень страшно, когда она поняла, что в нашем мире заклятие не действует. Но она этого не показала. Нет, она кинулась вперед, схватила тетю буквально за шкирку, должно быть, за какую-нибудь отделку на платье, подняла как можно выше и швырнула, словно куклу. Пока тетя летела, служанка, которой выпало на редкость интересное утро, заглянула в дверь и сказала. «Простите, сэр, карета приехала». «Веди меня, раб!» Сказала колдунья. Дядя залепетал было, вынужден протестовать, да весьма прискорбно, но, взглянув на королеву, мгновенно онемел и затрусил вслед за нею. Диггарь избежал сверху как раз тогда, когда хлопнула входная дверь. «Ну вот», — сказал он, — «теперь она бегает по Лондону, да еще и с дядей. Что они натворят?» «Ой!» — сказала служанка, которой выпало такое дивное утро. «Ой, мастер Диггарь и миссис Кэтри ушиблась!» И они побежали к тете. Если бы тетя упала на пол или даже на ковер, она бы, мне кажется, переломала все кости. Но, к счастью, она приземлилась на матрас. Женщина, она была стойкая. Такими тогда были почти все чьи-то тети. И, понюхав на шатыря, сказала. «Ах, не волнуйтесь вы по пустякам!» После чего начала действовать. «Сара!» — велела она служанке, которой еще не доводилось так радоваться. «Бегите в полицию и сообщите, что в городе беснуется умалишенная особа. Обед моей сестре я отнесу сама». Дигари помог ей отнести обед, потом они сами пообедали, потом он стал думать. «Итак, надо было как можно скорее вытащить колдунью из нашего мира. Мама ее видеть не должна ни за что на свете. По городу ей ходить нельзя, чего-нибудь натворит». Дигари не знал, что ей не удалось испепелить тетю, но зато прекрасно помнил, как она испепелила дверь. Не знал он и того, что здесь у нас сила ее не действует, зато знал, что она хочет завоевать весь мир. «Сейчас, — думал он, — она, наверное, стирает с лица земли Букингемский дворец или парламент, а уж полисмены едва ли не все стали маленькими кучками пепла, и поделать ничего нельзя. Но ведь кольца вроде магнитов, — вспомнил он, — надо ее только тронуть, и кольцо втянет нас хотя бы в лес. Интересно, станет ей там опять плохо? Место на нее подействовало, или она просто испугалась? Да, но где же ее найти? Тетя меня на улицу не пустит, во всяком случае спросит, куда я иду. И денег у меня нет. Так, мелочь на амнимбус не хватит, ведь объехать надо весь город. И куда, собственно, ехать? Интересно, дяде еще при ней? Оставалось сидеть дома и ждать и ее, и дядю. Если они вернутся, надо побыстрее надеть кольцо и сразу же тронуть колдунью. Пускать ее в дом нельзя, значит, надо стеречь у двери, как кот у мышиной норки. Дигари пошел в переднюю и прижался носом к окошку, откуда были видны и крыльцо, и улица. Так что пропустить он никого не мог. А где же теперь Полли? Подумал он. Думал он не меньше получаса, но вы себе голову не ломайте, я вам скажу. Полли опоздала к обеду и промочила к тому же ноги. На все расспросы она говорила, что гуляла с Дигари Керком, а ноги промочила в пруду. Когда ее спросили, где этот пруд, она отвечала, в лесу. Когда ее спросили, где лес, она отвечала, не знаю. И мама решила, что она забрела в какой-нибудь дальний парк, где шлепала по лужам. Естественно, для тех, конечно, времен ей запретить гулять, особенно с этим Керком, не запретили гулять, особенно с этим Керком, не дали сладкого и велели два часа не выходить из своей комнаты. Значит, пока Дигари глядел на крыльцо, Полли сидела, точнее, лежала у себя, и оба они думали о том, как медленно течет время. Мне кажется, ей все-таки было легче, чем ему. Одно дело ждать, пока пройдут два часа, другое шептать, вот-вот, и узнавать снова и снова, что это не та, кого ты ждешь, а чужой кэп или фургон булочника. Время от времени часы отбивали четверть, и большая муха жужжала в верхнем углу окошко. Дом был из тех, где после полудня очень тихо и почему-то пахнет бараниной. Пока Дигари ждал, случилось одно происшествие, о котором я расскажу, потому что потом это будет важно. Знакомая дама принесла винограду для больной, и в приоткрытую дверь Дигари поневоле слышал ее беседу с тетей. Какая прелесть, говорила тетя. Если бы что-нибудь могло ей помочь, этот виноград помог бы. Ах, бедная, бедная Мэйбл! Боюсь, ей помогли бы теперь только плоды из края вечной молодости. В нашем мире уже ничто, и обе заговорили тише. Раньше Дигари подумал бы, что тетя просто говорит чепуху, как все взрослые. Он и сейчас чуть не подумал так, но вдруг понял, что он-то знает другие миры, кроме нашего. Быть может, где-то есть и край вечной молодости. Все может быть. И, и, но вы сами знаете, как возникает почти безумная надежда, и как вы боретесь с ней, чтобы не разочароваться снова. Именно это чувствовал Дигари, но боролся не так уж сильно, он ведь и впрямь знал другие миры. Уже случилось столько странного. Волшебное кольцо у него есть. Через лесные пруды можно попасть куда угодно, перепробовать их все, а потом... Мама будет здорова! Здорова! Он уже и ждать забыл, и чуть было не схватил кольцо, чтобы поскорей найти тот нужный мир, как вдруг услышал громкий цокот копыт. Что это, подумал он, пожарники? Где же пожар? Ой, они скачут к нам. Да, это она сама. Не буду говорить вам, кого он имел в виду. Действительно, к дому несся Кэп. На нем, не там, где сидит кучер, а прямо на крыше стояла джадис, царица-цариц, и ужас чарно. Глаза ее горели, зубы сверкали, волосы хвостом кометы стлались за нею. Лошадь она хлестала без милости, и та, раздувая ноздри, неслась во весь опор. Пролетев в дюйме от фонарного столба, лошадь эта остановилась, встала на дыбы, а Кэп стукнулся о столб и развалился на куски. Колдунья ловко перескочила лошади спину, шепнула ей что-то. Та снова встала на дыбы и заржала, как от боли. Королева и тут удержалась, как самый заправский наездник. Дигорь охнуть не успел, как из-за поворота вылетел еще один Кэп, а из него выскочили толстый джентльмен во фраке и полицейский. Сзади ехал третий Кэп с двумя полицейскими и штук двадцать велосипедистов. Сидевшие на них мальчишки, главным образом разносчики, орали и звонили вовсю. За ними бежала толпа. В домах захлопали окна. На каждом крыльце появилась послуге или служанке. Кто пропустит такое зрелище? Тем временем из развалин первого Кэба вылез старичок, в котором Дигори признал своего дядю, хотя лица не увидел, ибо цилиндр его закрыл. Многие кинулись на помощь, в том числе и Дигори. Вот она, кричал толстяк, указывая на королеву. Держите ее, констебль, камней взяла на тысячи фунтов, прямо с прилавка. Жемчуг у нее на шее, все мое, мало того, она меня прибила. И точно обрадовался кто-то в толпе. Ух, синячище, ну и дамочка, силы-то, силы. Приложите сырое мясо, хозяин, посоветовал мальчик из мясной лавки. Ничего не пойму, сказал самый главный полисмен. Да говорю же я, снова начал толстяк, но кто-то крикнул. Вы старика не прозевайте, это он ее возил. Старик, то есть дядя Эндрю, сумел наконец подняться и потирал ушибленные места. Извольте объяснить, что здесь творится, сэр, сказал полицейский. Умфи-помфи-шомп, сказал дядя сквозь цилиндр. Попрошу без шуток, строго сказал полисмен, снимите шляпу. Сделать это было нелегко, но к счастью появились еще два полисмена и сдернули цилиндр, взявшись за поля. Спасибо, слабым голосом сказал дядя. Спасибо, мне плохо, если бы капельку бренди. Минутку, сэр, сказал первый полицейский, извлекая большой блокнот и маленький карандаш. Кто отвечает за эту особу? Вы? Эй, берегись, закричали в толпе и полисмен успел отскочить. Лошадь чуть ли не лягнула его и так сильно, что могла убить. Колдунья развернула ее мордой к собравшимся и острым ножом рассекла постромки. Дигари все это время пытался подобраться к колдуньи, но не мог. Мешала толпа. Чтобы подойти с другой стороны, надо было протиснуться между копытами и перильцами палисадника. Если вы знаете лошадей, вы поймете, что мешала и лошадь. Дигари лошадей знал и выжидал, скрипя зубами. Сквозь толпу пробился краснолицый довольно молодой человек в котелке. Хозяин обратился он к полицейскому. Это моя лошадка и повозка и повозочка моя. Сейчас одни щепки останутся. По очереди, сказал полисмен. Я не могу слушать всех сразу. Да как же так, сказал Кэпман. Звали его Фрэнком. Я свою лошадку знаю. У нее папаша в кавалерии служил. Если дамочка будет ее мучить, она тут всех перебрыкает. Пустите-ка, я разберусь. Полисмен обрадовался предлогу и отошел от лошади подальше. А Кэпман Фрэнк добродушно обратился к колдуне. Вот что, барышня, оставьте вы лучше лошадку. Вы же из приличных. К чему вам такой тарарам? Ступайте домой, попейте чайку, отдохните, все и пройдет. И он обратился к лошади, протянув руку, чтобы погладить ее. А ты, земляничка, постой, не рыпайся, тишь, тишь. И тут колдунья заговорила. Пес, сказала она злобно, звонко и громко, убери руку, перед тобой королева.